коллеги давайте начнем еще раз всех приветствую на сегодняшнем вебинаре меня зовут якушин юрий я представил инженер компании тематика и сегодня вам расскажу про я линк митинг сервер версии 2.0 который официально вышел в релиз это буквально неделю назад вот давайте начнем с роутмэпа какие основные функции появились и что нас так скажем ожидает в обозримом будущих в обозрим будущих где-то в двух новых версиях на текущий момент мы находимся на версии вмс 2.0 она посередине выделена таким крупным шрифтом вот и какие основные элементы какие новые фичи добавились в этой версии это поддержка распределенной инфраструктуры просит громче дать попробую поближе микрофон поднести не знаю если эта проблема у всех то там подпишитесь либо если андрей только у вас попробуйте сделать игру звук погромче у себя вот приступим появилась распределенная инфраструктура и горячий резервир и наконец-то я их митинг сервер научился жить одновременно на нескольких серверах то бишь раньше на версии 1.4 мы были ограничены ресурсом только одного сервера ну а до бесконечности его увеличивать его емкость не получалось минут это очень сильным было и по карману очень дорогие сервера получались так вот теперь мы можем объединять несколько аппаратных серверов на единую инфраструктуру и распределять мощность на этих серверах благодаря этому также появился горячий резервирование случае отказа одного из узлов работы сервера не прекращается ну это мы более еще подробно расскажем об этом перейдем непосредственно к слайдам так как произошла большая скажем переделка в программном коде изменились api и sdk на данный момент документов нету который бы мы вам могли выслать они вот там готовится к переводится и вот как только станут доступны мы их выложим на сайте и по запросу будем высылать гендером была проведена работа по улучшению совместимости с устройствами поляков на очереди нас ждет также более детальная более скажем детальная проработка по работе с устройствами пола и циск это запланировано на 2.1 вот на данный момент у нас еще гораздо лучше стала работать системами поляков с уже существующими появились пуш уведомления для пользователей скажем устройств от компании apple для андроидов уши еще не появились появилась поддержка митинг-холл это вот функция которая удобна для администраторов системы чтобы просматривать ход текущих конференций проверить качество звука проверить качество видеоизображения вот улучшился анализ и сбор статистики конференций на предыдущих версиях он был достаточно скудина но вот инженеры производителя также идут в этом направлении и проводят работы собственно чуть дальше я скажу примеры увеличились права администрирования теперь есть супер администратора и операторы системы у каждого оператора системы можно выделить определенные блоки и модули за которые он ответствует более подробно опять же про это расскажу и появилась возможность кастомизации как видеоизображение так и звуковой составляющей сервера то есть мы теперь можем свои звуковые приветствия оставлять можем свои картинки по каждым по разным событиям оставлять видеошапки при подключении новых и если вы там первой в очереди присоединились видеоконференцию и тому подобное что нас ждет в обозримом будущем 2.1 к примеру скажем из того что бросается в глаза из таких вот самых-самых важных это то что будет заинтегрирован интегрирована платформа управлениями устройствами непосредственно который называется я линк девайс менеджмент платформа вот сейчас она выступает в роли отдельных серверов это поддержка чата для пользователей в ртс и улучшена совместимость с устройствами cisco и huawei версии 3.0 примеру появится 60 поддержка 60 кадров в секунду возможно ближе к выходу этих версий у нас что-то изменится что-то новое появится но вот пока ориентироваться стоит вот на высказанные мною функции информация для тех кто уже обладает либо тестирует один . версии 1.4 ввиду того что программный код сильно изменился вот нельзя просто так перейти с версии по 1.4 на 2.0 к сожалению нужно полностью сносить версию 1.4 и заместо нее станет ставить версию 2.0 это так скажем неудобно чревато неудобствами надо заботиться о переносе данных со старого сервера на новый ялинк обещает выпустить программу которая позволит удобно мигрировать с версии 1.4 до 2.0 ну пока ее к сожалению нету на данный момент то есть сейчас можно выгрузить каталог с аккаунтами созданным на и перенести их на новую версию ранки в сторону офисная 5 с шлюз для sky for business и подобные решения к сожалению не переносится их придется восстанавливать вручную вот ну а новые пользователи 2.0 ну для них на этом никак не скажется давайте поговорим о новых функциях о распределенной инфраструктуре что нам это позволит во первых это позволит нам увеличить емкость одновременных вызов либо участников конференции предыдущих версиях это где-то было порядка 200 участников то сейчас это ограничение выросло до полторы тысячи абонентов сейчас сервер поддерживает емкость конференций может на самом деле доступны несколько способ развертывания системы точнее сервера мс если мы выбираем развернутое использование развернутую инфраструктуру то у нас может быть коллеги скажите у всех звука нет хорошо давай давайте продолжим так вот какие способы развертывания есть можно сделать следующим образом то есть поднятые сервера они распределяются по двум типам один это так называемый менеджмент сайт это непосредственно центр всей системы он является центр или центром всей схемы он отображается на веб-интерфейсе и с него видны все остальные узлы остальные узлы это называется митинг сайт это серверы которые используются для сбора именно и проведения конференции для распределения нагрузки так вот такая схема она называется 1 плюс n 1 это центр скажем сервер менеджмент сайт и ялин говорит что сейчас это точно может работать до 7 максимум по моему говорили не ограничено мы пока ориентируемся на цифру 7 то есть можно одна центральная точка и до 7 еще скажем митинг сайтов а между всеми этими системами между собой общаются эти узлы происходит синхронизация данных случае отваливания разрыва соединений одной из точек митинг сайтов по конференции текущие они не разорвутся до уменьшится количество поддерживаемых отременных вызовов но сессия не разорвется если нам нужно сделать горячее горячее резервирование в этих случаях нам нужно уже точек узлов менеджмент сайт больше максимально их сейчас поддерживается три штуки то есть три центральные точки и также энное количество точек митинг сайтов опять же гарантированно вот 7 число есть то есть можно вот 10 серверов так развернуть случае даже от того что разорвется соединение с одним из центральных узлов остальные два работают и проводимые конференции продолжают реции продолжают жить вот у себя мы это протестировали с развертыванием один плюс один так скажем на двух виртуальных машинах до нагрузка распределяется между двумя узлами вот емкость проводимых конференций увеличивается по сравнению просто с одним сервером развернутым в режиме сингл также хотел бы сказать что режим работы сервера это либо кластер развернутый сушкуру либо просто будет сам сервер это ну и единичном виде происходит на этапе развертывания сервера случае если вы развернули сервер в режиме скажем сингл когда он единственный просто в мс развернут только на одном сервере то потом перейти на развернутую инфраструктуру не получится придется сносить старую версию и разворачивать его в режиме кластер вот то есть это надо закладывать на этапе установки ну с другой стороны можно будет просто сделать бэкап и потом на последующие разы уже с новым сервером просто загрузить бэкап еще раз напоминаю что у нас есть два типа лицензии на ерек митинг сервер это лицензия на полноценных участников конференции так называемые интерактивные либо активные пользователи и лицензия бродкастинг вот к спору участники это скажем слушатели конференции которые только принимают видео и звук при этом лицензии бродкастинг могут воспользоваться не только пользователи скажем протоколов в партии ситуации браузерные приложения но также это могут быть и аппаратные терминалы то есть активными участниками и слушателями могут быть как аппаратные терминалы так и программные терминалы и протокол в партии си напоминаю также не новые уже там и версии 1.4 были что у нас на сервере герлинг сервер есть шлюз который позволяет заинтегрировать наш сервер сервером sky for business линком и офисом 3065 звонки будут работать в обе стороны туда и обратно можно будет звонить как пользователям в мс сторону конференции собранные на sky for business так и в обратную сторону и также поддерживается протокол rdp и там передача контента отдельным потоком у себя мы это решение уже протестировали с офисом 365 это работает вот пример перед вами как необходимо позвонить с приложение к примеру в сиди которая зарегистрирована на я линк митинг сервере вот а справа картинка это позвонить в обратную сторону чтобы с приложения sky for business позвонить на аппаратный терминал который зарегистрирован на я линк митинг сервере с левой стороны нужно ввести первую часть адрес электронной почты и у нас дело было настроено так чтобы система понимала куда именно звонок стоит надо ввести аббревиатуру sfb а справа это где приложение sky for business вводится аккаунт терминала и через собаку пишется доменное имя сервера снизу определялся статус терминала и можно было позвонить ему по протоколу в партисе в мс 2.0 появился такая функция как митинг-холл это от места еще раз то что теперь администратор системы может просматривать ход текущих конференций раньше этого не было я могу это продемонстрировать вот поддерживаются появилась поддержка браузера safari и 360 браузер у нас не используется но вот из таких вот основных на что стоит обратить внимание это вот safari в версии 2.0 появится чат во время конференции и поддержка браузера page api sdk готовится пакет документов для скажем разработчиков и для интеграции я линк митинг сервера с какими-то системами управления и либо с инфраструктурой заказчика в аппе к примеру будет доступным бронирование переговорных комнат управления ходом конференции управление аккаунтами и так далее при помощи sdk получится регистрировать аккаунт их создавать реализацию с календарем у нас с какими-то своими службами и синхронизация с скажем с каталогом учетных записей пока доступна такая информация ожидаем выходы программы программы документ стимизация можно редактировать и создавать свои шаблоны для отправки электронных сообщений приглашений звука по-прежнему нету андрей шутину к сожалению не знаю как вам помочь проверьте что у вас на платформу вебинара видит ваш динамик и попробуйте выбрать какой-то а если у вас вы меня не слышите коллеги а дайте продолжим Так, про email я сказал, про шаблон электронной почты. Можно изменить логотип, так скажем, фон, логотип своей компании, название организации можно переименовать, чтобы отображалось название вашей организации. И также загрузить заставки на видеоконференции в различных событиях. Можно сделать свое голосовое приветствие и для голосового приветствия при интеграции с офисными API-ATS. Ялинком заявлена еще кастомизация программных клиентов VCD-VCM. В этом заключено, что можно кастомизировать, даже можно не кастомизировать, а назвать это брендированием. Название организации, логотип поставить свои и изменить картинки интерфейса. К сожалению, сами мы не успели это у себя протестировать, не готов сейчас сказать, как это можно сделать. Но, думаю, в ближайшее время мы это узнаем. Если данная информация вам будет нужна, вы можете спросить ее у нас. Собственно, пример того, как это выглядит на веб-интерфейсе Ялинк Митинг Сервера. Я когда тестировал, кстати, вот сейчас перед вами представлен митинг-холл, это скриншот из веб-интерфейса администратора, который просматривает ход текущей конференции. Сейчас участников конференции не было, и так как администратор был первым, и, собственно, пока никого нет, отображается вот своя кастомизированная заставка. Вот я ее там загрузил. Там, по-моему, ограничение, там разрешение 1080, и там картинка должна быть не более 3 мегабайт занимать размеры. Здесь можно посмотреть список участников, проверить раскладку, какая используется, и прослушать ход текущей конференции. В администрировании, собственно, сейчас получается есть суперадминистратор, который может управлять полностью системой. Также есть менеджер конференций, который может управлять конференциями, аккаунтами, переговорными комнатами и смотреть статистику использования этих переговорных комнат. Дальше идет оператор конференций, он может только просматривать конференции. И есть диспетчер, который обладает правами системными настройками и обслуживанием. Обновление, сбор логов в случае возникновения каких-то проблем. Обслуживание и статистика. Теперь это имеет статистика, графический способ отображения, где можно посмотреть, в какое время, сколько было занято бортов, длительность конференции. Можно теперь еще видеть CDR в отдельном экране, то есть историю вызова использования количества участников, статистика по полосе пропускания, разрешению частоте кадров, по используемым протоколам, по типу конференции. Это будет point-to-point, запланированные конференции. То есть Ялинк учел опыт предыдущих версий и запросов пользователей о том, что той версии статистики это было недостаточно и также движется в этом направлении. На Ялинк митинг сервер можно регистрировать не только терминалы Ялинк по протоколу SIP, по умолчанию терминала Ялинк по протоколу SIP регистрируется. Но также сторонние устройства, поликон СИСК по протоколу H3.2.3. Можно это сделать и с паролем, точнее с аутентификацией, без аутентификации. И что еще из таких новых фич появилось? Теперь можно пользователю, ну так скажем, созданному аккаунту, давать права на планирование конференции и для создания мгновенных конференций спонтанных, которые называются meet now. Например, можно создать пользователь, который может быть только участником конференции и самостоятельно что-либо создавать не может, чтобы он лишний раз не нагружал сервер, ну как-то ограничить его в правах. Благодаря еще встроенному гейткиперу и поддержке H460, это также системы могут находиться удаленно, не в одной локальной сети с сервером и успешно регистрироваться, звонить, совершать звонки, передача голоса, видео будет работать корректно. На этом все, коллеги, я сейчас жду ваших вопросов, пока замолкаю, если они у вас есть, то прошу их задать. У нас еще есть с вами много времени на общение. Модуль записи встроенный не появился. Сейчас запись проводимых видеоконференций можно только сделать при помощи стороннего сервера записи. Вот. Его можно, как и Яринг Митинг сервер, взять на тестирование, на то, чтобы посмотреть, как это работает. Каждая кнопка или для записи каждой конференции будет заниматься один лицензионный порт. Выход встроенного сервера видеоконференц-записи мы ожидаем где-то в первом квартале 2019 года в версии 3.0. В 2.1, насколько нам известно, не будет. Будет в версии 2.1. Подробнее, пожалуйста, про возможности интеграции со сторонними серверами и состояние API. Виктор, я говорил, что, к сожалению, пока документации по API и SDK нету, как только они будут доступны, мы их будем высылать. Можно будет предоставить вам. Пока из-за того, что будет поддерживать API и SDK, можно смотреть вот по этому списку, который сейчас отображается на экране. Илья, с VKS от Ялинк ни разу не сталкивался. Как она ведет себя в сетях спутниковой связи? Трисует реакцию на задержки в канале от 700 до 1500 миллисекунд. Наверное, из наших... Никто до этого не тестировал, наверное, работу Ялинк митинг сервера в сетях с такой задержкой. Скорее всего, Ялинк митинг сервер будет пытаться занизить качество связи, чтобы такой задержки не было. Но, конечно, хочу напомнить, что Ялинк митинг сервер можно бесплатно потестировать. Если у вас есть мощности, либо, скажем, можете выделить кусок на виртуальной машине для его развертывания, то мы вам с удовольствием его предоставим по запросу. Насколько эти новые функции уникальны или они must-have и есть у всех конкурентов? Ялинк сейчас находится на этапе, так скажем, догнать всех остальных вендоров. Наверное, можно примерно так сказать. То есть они сейчас выкладывают и развивают свой продукт теми функциями, которые пользователям нужны. Ну, так скажем, must-have. Из перечисленного прямо нового в новинку, что нет ни у кого у других, ну, наверное, такого нет. Андрей Ишутин спрашивает, появилась ли возможность вещания конференций, например, RTSP и Multicast. Сейчас можно посылать, сделать стриминг в сторону YouTube через RTMP. Либо это делать с помощью сервера записи стороннего. Он также может быть стриминговым сервисом, либо на каких-то внешних ресурсах, либо своими средствами. Какие аппаратные требования, минимальные требователи для OMS 2.0, по крайней мере, для тестирования? Раньше на версии по 1.4 у нас были требования. Один вызов HD требовал одно ядро. После выхода 2.0 в ходе нашего тестирования новая версия потребляет больше ресурсов, в среднем где-то, наверное, в два раза. То есть сейчас на один вызов HD стоит рассчитывать на два ядра занимаемых. К сожалению, официальных мы не получили еще документа, табличка на технические требования к OMS 2.0, к примеру, на 10 пользователей, на 10 одновременных вызовов с таким-то качеством. Мы их ожидаем. Пока, к сожалению, предоставить не можем. Коллеги, я вам сейчас могу, к примеру, продемонстрировать в реальном времени сравнение 1.4 и 2.0, как они выглядят. Вот. Через демонстрацию экрана. Так. Спрашивают. Клиент приобретает лицензию, которая привязана к MAC-адресу сервера. И как тогда быть в случае смены аппаратной платформы? На версии 1.4 была привязка к MAC-адресу. Сейчас привязка идет не к MAC-адресу, а, так скажем, непосредственно генерируется самим сервером YMS, развернутым. В случае, если клиент меняет аппаратную платформу, то он просто уведомляет об этом нас, ну, сначала вас, потом вы уведомляете нас, и клиенту предоставляется, ну, так скажем, новый лицензионный ключ. И он продолжает использовать свой YMS. При покупке YMS предоставляется гарантийный срок на год. Потом этот сервисный контракт надо продлять по году. На нашем сайте, на сайте IP-матика, есть раздел, называется «Система ВКС». Там есть как раз-таки сервис АМС, можно посмотреть и почитать, что в него входит. В него входит техническая поддержка, обновление системы ВКС, и еще там был какой-то третий пункт. Ну, сейчас не вспомним быстро. Коллеги, давайте я вам немножко подемонстрирую экран. Это работает. К примеру, как выглядит стартовый экран версия 1.4. Как выглядит стартовый экран версия 2.0. Ну, давайте зайдем на... Теперь гораздо удобнее смотреть основную информацию по количеству пользователей online, текущей конференции, пользователей room system, это эти переговорные комнаты, нагрузка на процессор, информация по узлам. Вот. Также, что хотел отметить. Теперь, в отличие от версии 1.4, можно нормально просматривать задействованные порты лицензии на видеопорт, это на полноценных участников, и порты проуткастинг. Раньше, к сожалению, на версии 1.4 отображались только видеопорты. Можно посмотреть, какие порты задействованы на... Ой, задействованы, а какие лицензии активированы, и с временем их окончания, ну, с окончанием срока поддержки. Панелька управления конференциями, вот я создал одну виртуальную комнату, тестированную, и здесь появляется кнопка от краски мониторинга. Одна кнопка — это непосредственно управление, ну, так скажем, панель администрирования конференции. Она также претерпела изменения к сравнению с версией 1.4. Глобальная операция теперь находится слева внизу, под типом участников конференции. Выбор раскладки происходит теперь гораздо быстрее. Можно приглашать пользователей, как зарегистрированных, так и незарегистрированных пользователей, по различным протоколам, по 3.2.3 и СИП, делать трансляцию, либо звонить пользователям в Skype for Business, либо сделать рассылку по электронной почте. Где мы просто указываем адрес какого-то нового человека, которому вышлится приглашение. Это вот панель администрирования. Как выглядит панель мониторинга? Вот я присоединился как для просмотра участников конференции, где их нету, да, и при таком подключении, при таком подключении, начинает работать конференция и занялся один порт из 20 активированных у меня на данный момент. Раньше вот эта вот панель мониторинга не было, и мы вот не могли увидеть, как оно. То есть я должен был быть непосредственным участником этой конференции. Меня бы видели в этом случае, либо я какой-нибудь окно занимал. Артур, ты мне подскажи, если будут вопросы в чате. Давай я отвечу, пожалуйста. Ну, если ты можешь ответить, то отвечай, пожалуйста. Если что-то стоит озвучить, то давай я буду озвучивать. По аккаунтам изменений нету. Тут все без изменений. Теперь можно группировать и переговорные комнаты, если у вас распределенная структура по филиалам. Теперь можно создавать, например, Россия, Украина, Казахстан и в каждую добавлять нужные переговорные комнаты. Статистика использованных ресурсов МСУ. У меня сервер живет не так долго. Например, здесь можно посмотреть, что вчера, ну не вчера, позавчера, 13-го числа максимально было использовано 6 портов. А вчера, к примеру, всего только один. При этом лицензии ГРОЛДКАСТ использовались, использовались зато аудиопорты. Максимальных было 2 штуки. Посмотреть по нагрузке длительности, сколько было, точнее не длительности, а сколько звонков было и по длительности. Каждой конференции. Можно выбрать дату, скажем, за сколько брался. Можно посмотреть историю звонков. Полторы тысячи новых участников, максимально 4 мегабита. Обращаю внимание, что функция уведомлений push, она работает при доступности Ялинк-митинг-сервера в интернет. То есть отправляется на внешний сервер Ялинка для push-уведомлений и через них она работает. Включение трансляции на сервисы YouTube, на сервисы записи. Теперь в отдельное окно выведены настройки для отображения участников конференции. Маршруты вызовов не изменились. Также теперь очень сильно изменилась логика, скажем, по работе с протоколами. Теперь у Ялинк-митинг-сервера это модульная структура, где непосредственно надо вам зарегистрировать абонентов. Для этого вы включаете модуль регистрации. Надо вам совершать звонки по IP-адресу. Для этого нужно включить опять же свой модуль. По умолчанию, как только вы развернули сервер, все эти модули, они выключены. Потому что нужно вам регистрировать сторонние серверы. Вы включаете этот модуль и так далее. Также модульная структура H323, MCU, Traversal. Это для прохождения и связки, чтобы сервер работал в сети. И также есть настройка, называется адрес port mapping. Если у вас сервер живет одновременно и на белом IP-шнике, и на наружу, и в локальной сети. И чтобы вызовы ходили одновременно, как могли подключиться конференции, как внешние пользователи, так и внутренние. Для этого делается, так скажем, адрес port mapping. Порты, время, адрес электронной почты. Теперь еще, что многие пользователи просили. Раньше у вас длина аккаунта была ограничена жестко четырьмя символами. То есть ID пользователей всегда был четырехзначный номер. Теперь можно самим настроить то количество, точнее длину аккаунта, ID аккаунта. Потому что у многих офисные АТС используют длину четыре номера, ну, четырехзначную нумерацию. И это было крайне неудобно. Теперь можно настроить, какая у вас будет длина для конференции комнат и какая длина для аккаунтов. Многим, наверное, это будет, так скажем, одна из функций must-have. А так как у меня сейчас развернуто в режиме кластера, у меня видно два узла. Сейчас они работают на виртуальной машине, развернуты в одной локальной сети. Можно посмотреть по системной информации на нем, посмотреть, как она, там, нагруженность по каждому из ядер. Сервисные статусы включены или не включены. Гораздо более информативнее, чем предыдущие версии по памяти, по использованию сети. Раньше этого функционала не было. Можно настройки сделать, узла включить-выключить узел. Тут же можно создать как раз-таки пользователя с ограниченными правами модератора. Здесь, к примеру, создается не с ID, то есть какой-то номер присылается, а и присылается имя этому абоненту. И этот же абонент сбивается при входе. То есть именно пишется пользователем конференцем манайгера, и вы заходите по паролю. Пароли можно будет сменить по умолчанию паспорта, потом можно будет сменить его в личном кабинете. Улучшено раздел безопасности. Можно посмотреть тех, кого система забанила. Можно настроить различные способы защиты от несанкционированного доступа. Добавить по юзер-агенту каких-то злоумышленников, которых вы сами заметили. И сделать черный список, либо разрешаемый список. Сертификаты не изменились. Вот панель кастомизации. Можно сделать свою иконку, которая будет отображаться в вкладке бэк-интерфейса. Портативное лого, которое будет в левом верхнем углу доступно. Фоновую заставку. Логотип в электронной почте. Можно переименовать название компании. Название платформы по-своему сделать. Можно выключить надпись с копирайтом. Можно добавить фоновую заставку для WebRTC. Отсюда же можно скачать, либо предоставить ссылку на скачивание на программный продукт VC Desktop. И, собственно, вот заставки, картинки для заставки для проводимых видеоконференций по разным событиям. Также здесь указаны рекомендации по каждому типу, которые, эти рекомендации, они жесткие. Если написано у вас, к примеру, что здесь картинка должна быть такого же разрешения. Если вы попробуете загрузить другое разрешение, то система вам не даст это сделать. Шаблон для электронной почты, по тестовое сообщение, по, если забыли, пароль, для системного уведомления и также для какого языка. Для юзеров тут совершенно гораздо больше этих различных уведомлений. И можно также свои, выбираете персональные уведомления и загружаете файл. Вот до 10 мегабайт можно залить звуковое приветствие, свое собственное. По обслуживанию тут принципиально ничего не изменилось. Ну, кроме того, что чуть удобнее стало сбор логов. Теперь по каждому из узел можно смотреть. Так, давайте я сейчас вернусь к вебинару. Посмотрю, какие вопросы были. Секундочку. Как e-link-минтинг-сервис, сертификация интерфейса управления. Мы производителю помогаем с переводом веб-интерфейса. Не всегда он коррекционен на все 100%, но он есть. Костя, я верно понимаю, что для решения задачи по обучению заказчику можно приобрести версию, ну, я в любом случае озвучу, 50, то есть можно будет вести трансляцию на 50 точек, плюс не будет возможности трансляции на YouTube. Как отвечал мой коллега, для того, чтобы e-link-минтинг-сервис активировался, необходимо купить лицензии, которые называются YMS Concurrent Call License. Они продаются в минимальном, так скажем, необходимом пакете из 10 штук. У нас на сайте указана стоимость за одну штуку, вот таких, так скажем, Call License нужно купить 10 штук. Дальше вы можете купить дополнительно лицензии, пакет лицензии, провод кастинг. Трансляция на YouTube занимает лицензию Call License. Она не занимает Broadcast License, вот, поэтому надо из этого рассчитывать, то есть, либо купить 11, кстати, после того, как вы, так скажем, минимум вы покупаете Concurrent Call License 10 штук, но вам ничто не мешает, к примеру, потом покупать нужное количество лицензии по одной штуке, ну, с шагом 1, то есть 11, 12, 13 можно приобретать уже без каких-либо ограничений. Тестовые лицензии, так скажем, на демонстрацию обычно идут пакетом как раз на 10 портов, на 10 Concurrent Call License. Лицензии Broadcasting используют терминалы, которые подключаются к конференции, причем это могут быть пользователи WebRTC, это могут быть пользователи аппаратных терминалов. Вот, просто у них не принимается, так скажем, видеопоток принимаемых от них, только они принимают. В случае необходимости, к примеру, человеку, который присоединился в качестве слушателя, и он хочет выступить, ему нужно поднять руку. Если у вас используется в этом случае устройство Ялинк, видеотерминал Ялинк, то вы нажимаете на кнопку Mute, и у вас происходит имитация поднятия руки. Модератор конференции видит, что этот пользователь поднял руку и может ему предоставить права лектора. В этот момент этот пользователь освобождает лицензию Broadcast и занимает лицензию Concurrent Call License и становится полноценным участником конференции. Андрей Шутин. Я увидел, что демонстрация осуществляется на одном CPU Intel E3-26, на главный экран мониторинга занятых ресурсов. Давайте это сделаем сейчас чуть попозже, сейчас все вопросы посмотрю, и тогда открою еще раз этот интерфейс. Не вижу в описании на сайте такой информации. Математика, сережные решения. Наверное, ответил на вопросы гостя по поводу лицензии Broadcasting. Тестовая лицензия для данного релиза имеется. Да, сейчас данный релиз доступен для тестирования. Пишите нам запрос о том, что вы хотите его потестировать. Мы вам рассказываем, что для этого нужно сделать. На какой адрес присоединить заявку, а оно все предоставит. Тогда я сейчас сделаю демонстрацию еще раз. Здесь на самом деле 8 ядер на этом сервере. 8 ядер, каждый имеет такую характеристику. Также второй узел, 247-й, который у нас стоит, имеет те же самые характеристики. Сейчас я поскрою, что вы... Вот у них нагрузка, она отличается по времени. Также можно нажать сюда. И здесь непосредственно вот у 246-го, который является основным сервером, можно посмотреть по каждому ядру. Вот здесь их было 8, вот по каждому из 8 можно посмотреть. Также эту информацию можно посмотреть в разделе Node Management, к примеру. Давайте посмотрим нагрузку на 247-м. Здесь также их 8 штук. Можно по каждому, каждое ядро выбрать. Так. 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 Хотя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, хватит порядка 16 ядер. Вот. Но, опять же говорю, мы ожидаем, наверное, сегодня-завтра получим официальный документ от Ялинка, где будет видно непосредственно. Сейчас это только по личному, скажем, опыту. Вот. То есть сейчас вот тот сервер, который я вам показывал, который развернут в режиме кластера, на нем я смог развернуть видеоконференцию на 6 участников с качеством Full HD. Вот. То есть данная конфигурация поддерживает 6 Full HD и 12 HD абонентов. То есть, еще раз говорю, стоит где-то рассчитывать на 2 ядра на участника, чтобы гарантированного хватило. Надеюсь, я сегодня получил эту информацию от производителя и уже, если вы запросите, делаете заявку на тестовое соединение, на тестирование данного решения, то я уже смогу гарантированно сказать. 16 ядер – это все-таки Full HD должно быть. Также нету, к примеру, жестких ограничений, что на тестирование можно только 10 лицензий конкурентных. Вы также можете попросить, если скажете, что вы будете использовать режим обучения сотрудников, вам нужны лицензии Broadcast. Мы также сможем вам на тестирование предоставить и те, и те. Минимальный срок тестирования составляет 1 месяц. Вот. Если, к примеру, вам не хватило этого срока, то Ялинк готов его продлить. Еще раз выставлю. Рам требуется порядка, по-моему, 20 гигабайт должно хватить. Требования к памяти есть в инструкции по установке, которые мы вам... Ресурсы сервера очень сильно зависят от предполагаемого качества использования. Раньше, к примеру, когда у нас версия 1.4, она была более экономичная в плане использования ресурсов. Там это явно было формуле видно, что одно ядро требуется на одного HD-участника. Если вы планировали использовать разрешение Full HD, то вам требовалось два ядра. Здесь Ялинк Митинг сервер стал чуть более прожорливее, и уже одного ядра полноценно не хватает. Меня видно? Коллеги, скажите, меня слышно, а то у меня картинка с камеры пропала. Ну, ладно, видно, не так уж важно. Видать, что-то с камерой произошло. Теперь Ялинк Митинг сервер в версии 2.0, он стал больше ресурсов затрагивать на проведение видеоконференции. Уже одного ядра на одному HD-участника не хватает. Вон будет где-то, наверное, ядра полтора, грубо говоря, использовать. Пока у нас нет официальной информации от вендоров. Мы ее будем готовы предоставить чуть позднее. Коллеги, время, предоставленное на вебинар, у нас прошло. В чате был адрес электронной почты. Еще раз попрошу, Артур, тебе его повторить. С вопросами, как с техническими, так и с, скажем, со всеми вопросами, вы можете обращаться по этому адресу. Вот. Ответим на все ваши интересующие вопросы. Правильно я понимаю, что отдельный дискретный NGPU на сервере не требуется. Я так понимаю, это, скорее всего, имеется в виду как какая-то видеокарта, либо какой-то специальный процессор для этого нет. У нас видеокарта никакая не требуется. Вся обработка видеосигналов и работы сервера осуществляется на непосредственно процессорах. Здесь он развернут на сервере E5, но у нас успешно это все работало и с серверами на базе Skylake, которые более, так скажем, новые, нежели то, что вот мы сейчас используем. Они более мощные, на них сервер видеоконференц-связи... По поводу циклу должен поддерживать... Не готов сейчас ответить. Коллеги, спасибо всем, что участвовал в конференции. Мы вынуждены ее закончить. К сожалению, времени у нас больше нет. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok